Всем привет! Сегодня мы находимся в офисе агентства регионального развития Дядич. И сегодня продолжаем познакомиться с участниками городского конкурса идей Regeneration. Меня зовут Яна. Мой проект называется «Дизайн-код улицы Советской» и я хочу сделать ее более привлекательной. Мой проект важен, потому что главная улица города является как бы визитной карточкой и то, насколько она будет красива, настолько красив наш город будет казаться для туристов и для жителей города. Здравствуйте! Меня зовут Светлана. Мой проект называется «Мы в ответе за тех, кого приручили». Цель моего проекта – привлечь внимание жителей нашего города Бреста к проблеме бездомных животных. Мой проект важен, потому что многие из нас являются владельцами животных, но в то же самое время на улицах города находится большое количество бездомных животных, которым бы хотелось найти новую семью. Добрый день! Меня зовут Марина. Наш проект называется «Мама ЗОЖ». Цель нашего проекта – послеродовое восстановление женщин. Ведь спокойная, воодушевленная мама – это залог здоровой семьи и залог здоровья нашей страны. Наш проект включает в себя проведение ряд мероприятий, консультации врачей, психологов, психиатров, привлечение частных медицинских центров, консультация специалистов. Для женщины очень важно после родов остаться не одной с ребенком наедине, а знать, что рядом с ней хорошие специалисты. Меня Марта зовут. Я руководитель дизайн-студии «Интерьер» «Бунт» в городе Бресте. Мы недавно переехали в новый офис на улице Карбышева рядом с колхозным рынком. Увидели, что там очень много мусора. Когда переезжали, мы делали ремонт, думали, куда нам выкинуть мусор. Мы ходили, искали контейнеры, в итоге обнаружили, что их там нет. И нам сказали, что люди просто ставят мусор в пакетах под деревьями. Ну, я сначала не поверила, подумала, каким образом у нас вообще в 2020 году можно так поступать. Но потом увидела, что да, действительно, и к вечеру улица превращается просто в помойку. Потому что уже люди сверху на гору мусора дальше ставят и кидают все, что у них в руках. Мой проект важен, потому что я хочу, чтобы все мы жили в красивом чистом городе. Я работаю с архитекторами, с дизайнерами. И я понимаю, как организовать пространство так, чтобы оно было красивым, удобным, чистым и радовало людей. Меня зовут Мила. Катерина. Мы немного по-другому планировали. Проект – это фестиваль «Город с детям». Подробнее. Проект назначен на то, чтобы привлечь детей к грамотному времяпровождению, привлечь детей к тому, чтобы они нашли свое занятие какое-то, завлечь их. И самое главное, на то, чтобы вся деятельность была направлена на созидание. То есть это проект как детям, так родителям, так и творческим обучающим центром. Дети, как непахлостно это будет звучать, дети – это смысл жизни. Это будущее нашей страны. Нашей страны, нас, как мы воспитываем своих детей, так они будут дальше воспитывать своих детей, так будет растянаться. Здравствуйте, меня зовут Анна Статкевич. Расскажите о своем проекте. Наш проект – это столярная школа «Ясин Дуб». Основатель ее мой муж Андрей. Он проводит столярные мастер-классы для детей. И к этим столярным мастер-классам мы хотели бы добавить еще комфортное культурное пространство вокруг мастерской, чтобы приходили дети, родители хорошо проводили время и учились полезным навыкам деревообработки. Мой проект важен, потому что это смесь обучения, интересного времяпрепровождения и важных, полезных знаний, которые потом не просто тебе помогают развлекаться, отвлекаться, а делать какие-то настоящие, нужные вещи в реальной жизни. Меня зовут Надя. Проект называется «Экопаркинг». Я предлагаю построить велогаражи для велосипедов, поскольку в Бресте велосипедистов становится все больше и больше, а хранить велосипеды буквально негде. Это или подъезд, что запрещено, или какой-то подвал, что тоже достаточно травмоопасно и проблемно. Поэтому я предлагаю построить велогаражи сначала один, а потом уже по всему городу. И также это может служить популяризации здорового образа жизни и экологичности. А на этом наш ролик подходит к концу. Следите за дальнейшими новостями в группе. Ссылка на который находится в описании под этим роликом. Я обожаю вас. Субтитры сделал DimaTorzok